Так, ну чё, парни, всем огромнейший привет, у нас сейчас Денис Знаков, у нас сегодня экстренная подрубочка, решился играть на VR-ке абсолютно внезапно, думаю, дай-ка какого-то героя выберу, на котором тысячу лет не играл, и, в общем-то, вот, пожалуйста, VR-очка медовая у нас будет в этом ролике, на самом деле, на ней играл последний раз, может, годика-два назад, героя, конечно, много раз меняли после всего этого, но мне кажется, по-прежнему, герой играбельный, поэтому чё, погнали, каточка, обещаю, будет очень интересная, По традиции, ребята, с вас лайк, если мы набираем 150 лайков на этом ролике, я сразу же сажусь и делаю следующий ролик, и, соответственно, у-ка ФБХ есть контакт, ай-яй-яй-яй-яй, короче, ребята, это 100% лайк от вас, я просто не знаю, как иначе ещё можно, они дальше-то испугались уже, наверное, дальше вряд ли что-то получится нам сделать, ну и цена-то ладно, чё, ФБХ уже есть, закупили себе стики, всё нормально, к ней, ещё зомик здесь, подзамедлить могу, пошла у нас стрела, Поехала, ну-ка, может, ещё? Бляха там не хватило, не зарегала тычку, видели? Каточку задаблили, в победе, я уверен, ребята, стоять будем, скорее всего, против СФ-чика, я сегодня невероятно сильно заряжен, только-только вот проснулся, прям жизнь бьёт ключом, и спешу, соответственно, поделиться с вами своим вот настроением таким боевым, радостным и вообще очень классным. Надеюсь, у вас тоже всё хорошо, если вдруг что-то в жизни у вас плохое, ребята, главное, не переживайте, всё будет офигенно, если верить и, ну, к этому стремиться. Хорошо, первый клипчик есть. Кстати, кстати, ребят, пока не забыл, напомню сразу, если вдруг кто-то потерял, там, например, то, что я давно не стримил, я сейчас, ребята, в последнее время стримлю на Твиче, поэтому, если вдруг кто-то не подписан, ссылочки есть в описании, заходите, Тора, не стесняйтесь. Стримы там проходят, а вчера я стримил, сколько я стримил вчера, 17 часов, с ума сойти, после четырёхгневного перерыва, и очень-очень тяжело пока себя чувствую, поэтому сегодня только чисто ролик сделаю, стримить вряд ли буду. Так что вот так, вот эта компенсация небольшая для вас от меня, ну и всё, и поехало. Не, сэвчик дурачок какой-то, что-то вообще по крипам не особо-то и мешает. Кэлэ, конечно, даёт, но так, чисто, чисто, несущественно. Так, брусочек в эмбрейсик, чисто в статы, по классике. Верка сейчас у нас универсал, поэтому очень приятный бонус мы получаем. У нас и плотность будет, и тысячка посолиднее, вообще будет кайфы. И сэвчика можно будет поразмениваться. Да чё тебе надо, а? Чё он вообще его замнил вообще? Скотина, а ещё койл кинул. Ну, кстати, мимо, не попал, не попал ещё. Не, какой-то такой, шебутной, шебутной, сэвчик. А вы знали, что теперь каждый может бесплатно получить того самого бэйбера Шана? Не упустите свой шанс. Всё, что нужно, пройти первые пять заданий нового приключения на Дота Лут. Просто нажимайте кнопку участвовать и ждите свой приз. Кстати, за выполнение этих заданий вы получите два бесплатных предмета, которые можно забрать сразу. А ещё доступ к сундуку с рунами, которые можно открывать каждые три часа. Это поможет подняться в топе игроков, где можно выиграть Арканы хоть каждый день. Самый активный игрок месяца получит эксклюзивный молоток на Войда. За полное прохождение приключения вас ждут. Два ежедневных сундука с крутыми шмотками, три гарантированных Арканы и один из самых дорогих предметов в Доте. Скорее, переходите по ссылке в закрепе и участвуйте в легендарной раздаче. И не забудьте про мой промокод. Так, кстати, ребята, кому интересно, там пишут всякие гадости. Говорят, играют там на этих, на стражах, ещё где-то. 60, что на аккаунте, на сколько рейтинга? 3600 сейчас на этом аккаунте. Так же, вот так вот. А то ещё там много хейтеров всяких развелось. Там гадости пишут. Говорят там, ну, бомжей бьёшь, ещё чего-то. Ну, типа, типа, да. А я не знаю, вот я записываю карточки там 5К+, Аверага. Никому не интересно, никто не смотрит там вообще просмотров ноль. Вот сбрутка недавно записывал, поэтому не знаю. Ну, там и игры в целом такие на более высоком рейтинге не такие динамичные, не такие зрелищные. Плюс в целом, как я заметил у большинства зрителей, кто смотрит меня, рейтинг, ну, средний какой, где-то от 1000, наверное, до 3, плюс-минус. Может, там, да, чуть побольше, опять же, в среднем по палате. Может, у кого-то 4000, может, у кого-то там 3500, ну, может быть такое. Может, и у кого-то и 100 ПТС. Туры такие ребята есть. Сейчас на стримы заходят, мне говорят, не знаю, как спасибо, что там показал. Научил что-то там. Вот я там апаюсь. Все круто. Да тихо, а! Дай мне это, поговорить. Лятая крыса. Ой-ой-ой, как она мимо? Опять не зарегала. Что это было? Ладно, заговорился, мальца. Так что да, ребята, напишите в комментариях, вообще будет интересно почитать, на каком рейтинге... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что я сейчас сделал? Господи. На каком рейтинге вам бы было интересно посмотреть игры? Потому что чисто в теории, позаписывать могу на разных аккаунтах, на любом рейтинге. Напишите, напишите, вот, реально, любой рейтинг, какой хотите. Самый залайканный комментарий, ребята, я просто пойду и на том рейтинге сыграю. Там на 1000 ПТС, на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на 8, на 7, на любом, короче. Просто на любом напишите, я сыграю. Я стерка могу попробовать раздать. Вот. Ну и еще да, чуть не забыл. Также там ребята, многие говорят, хочу вот этого героя, хочу другого героя. Напишите тоже, каких героев было бы интересно посмотреть. Потому что у меня в целом Пулсу есть, но он такой специфичный. И не всем, как бы, он подходит. Там на мишке, на брудке бегаю. Вот. Ну и таких, как бы, сейчас героев начал записывать. Относительно универсальных и более, ну, часто встречающихся, что ли. Типа вот Верок, Снайперов, там Манки Кингов и вот этих прочих. Напишите, вот, какой у вас есть любимый герой. Или какого хотели бы посмотреть. Типа, чтобы я стерка раздал. Что-то, может, тоже подрассказал за героя. Ну и попробовал что-то интересное выдать. Будет очень интересно. Фу. Много всякого разного рассказал, ребята. Вроде ничего не упустил. Вот. Но из плюсов. И особо и не потерял ничего. Стоим неплохо. Крипов у нас куча. 19 на 3. Да, подданаем, конечно, ну так себе. Но в целом это и не важно. ПСФ пока... А с ССФ пока вровень по левелу идем. У меня пятый, у него пятый. Все нормально, драться мы готовы. У него, кстати, душ мало. Все, 13. Что это он такой? Ну, шебутной как бы. Ах, нет, молодец. Дожат мои паурашюты. Что-то знает, что-то знает. Не прям, не прям лох. Не скажу, что лох. Старательный мужчина. Ну, посмотрим, сколько его хватит. Я сегодня, ребята, просто заряжен. Вы бы знали, как. Я его перееду, ну, очень сильно. Я это чувствую. Не знаю. Вот бывает у вас такое, что вы в доту заходите? Вот бывает такое, что настроить такое, что хочется, ну, просто размотать. И вы чувствуете, что вы размотаете прям 100 из 100. Вот у меня прям такое сейчас. Такое настроение, такое состояние. Так что это будет круто, я думаю. Ну-ка, Исэвчик, что там, как дела? Немножко подразмятие, у меня еще ульта уже есть. Но надо как-то очень по-хитрому все это дело сделать. Подпробить его желательно. Не, молодец, молодец. Даже там встал чисто в сторонку, чтобы не поймать паурашют. Как будто знаешь, что меня вижна нету. Ну-ка, а если так в тупую? А если в тупую? Эя! Куда он делся? Бляха, он лаки. Ты хорош уже, а. Завязывай, братик. Бляха, ладно. Это так чисто фору дали. Чисто это пристреливочная была. Ну, я говорю, да, давно он в эрке не играл. Поэтому пока такое. Сейчас будем пристреливаться, ребята. Сейчас как подразомнусь. Я тора год. Что будет? Когда нам буду. У нас минусов рессов пока больше нету. Но это мы переждем, перетерпим. Потом все получится у нас. Вообще, на эрку какие выходы есть? Иногда кто-то вот любит ПТ хурашить. Да. Иногда кто-то, как я, вот так по старинке чисто, чичь зверинку. Ну, как будто вообще рабочая тема. Чичь зверинку. В целом-то можно пробить. И сэвчик будет. Ну, главное его это аккуратненько выцепить. Желательно раздамажить. Ой, хорошо, хотя бы по паршютам попал. И пойдет. Да, как-то немножко раздамажить его. Капельки взять. Ресурсы. Нужно похилиться. Потому что пока у нас, конечно, лицо не позволит к нему подойти. Если у нас хотя бы на два кайла посадит, будет уже, ну, плаки-плаки. Ну, либо анлаки, одно из двух. Что-то у него уже, да. Там давно-недавно кайлы в три. Урона будет очень много. А если три кайла, то, по-моему, я даже в фулхиповую могу улететь. В помойку. Без минусов. Ну, это ладно. Что-то я сейчас еще куда-то пошел пока. Не, вернулся. Что, он стакает там себе или что? Что он там вообще делает? Не понял. Да, по гриппам нормально получается. В целом-то и, в общем-то. Хорошо. Блин, хочется его. Что, можно попробовать реально, а? Подразмять немножко? Да с ультиметик, а? Поехала, родной. Первый будет. Ой, хорошо. Взорвись. Как хорошо получилось. Идеально просто затаймил. Если бы он сейчас взорвался, как будто мне была бы хана. Но это чисто калькулеет это, ребята. Калькулеет это максимально. Что, пока, наверное, виндран даже замакшу. Как будто с виндраном я поживее буду. Миссы плюс МС. Опять же, может быть, задавить под ультимейтом. Что-то такое собрать интересное. Пауэршот что-то впадлу качать против СФ. Ну, плюс, опять же, Пауэршот не очень надежный скилл. То есть нужно прям попасть. А если там противник не бот, то он будет пытаться дожить. Это все дело. Активка на боте. Ай-яй-яй-яй. Это, конечно, не повезло немножко. Но это ладно. Меня руны не всегда любят. Дочистую даже не любят. Как бы Дэнди сказал. Наркин руну нашел? Да и ладно, что. Пока переждем. Скоро еще ульта будет? Не знаю. Может, еще раз так попробуем убахнуть? Конечно, круто было бы у него же КТОРа подпробить. Первоначально. Ну, прям чуть-чуть. Чуть-чуть каплюшечку. Не, молодец. Молодец. Что-то шарит СФ-чик. Прямо не подставляются. Ну, видно, видно. Лобби-плеер. Как, ребята, кстати, к лобби-плеерам на СФ-ах относитесь? Импонирует вам или нет? Кстати, может, реально на СФ-чик еще катушку записать? На СФ-е тоже что-то очень давно не играл. Я вот на СФ-е знаете, когда играл? Где-то в году, наверное, в 15-м или в 16-м. Короче, тогда еще, когда Юл у него в модельку попадал, и можно было прям взрывать. Так, поехала. Что, братик? Как дела? Все нормально. Там вообще у него ситуация патовая была. Там и клокерк пукает. И я как бы тут еще шаклю есть. Вообще-вообще. Просто мейтовый СФ-чик оттуда-сюда наоборот. Что, кайф на самом деле? Почти 5000 на торсе есть на 9-й. Телом-то очень даже неплохо. Пачечку запушим. И нормально. Можно дальше по башне немножко поработать. Катушечка складывается. Хорошим образом, положительным. 3.11. Да, возможно, игра будет такая. Достаточно нормальная. Но не как обычно, да? Обычно знаете, какие игры у меня бывают? Вот те, кто вчера на стриме были, они знают. Я всю нервную систему тупо убил вчера. Вы бы знали, какие были неприятные игры? Просто ужас. Но я там еще в пати, правда, играл. Пати подбор в доте это одно из самого плохого, что придумало. Что придумало человечество. Там попадаются такие кадры. Ну, просто офигеть. Поэтому я сегодня не могу даже стримить. У меня просто морально сил нету. Я вчера столько настрадался за 17 часов стрима. Я до сих пор чувствую себя просто морально выжатым. Как будто из-за меня все соки выбили. Че там Лич пришел с 6-м? Он че, хочет чайник дать? Или че он хочет? Он меня за дурака держит? Так, че вы взять? Так че, давайте, наверное, пауэршот за максимум. Пауэршот это наш урон. Это наше замедло. Можно я как-то буду от этого отыграть. Чисто в теории вот так вот хочу. По-моему, рабочая тема. Че думаете? С ним как бы и пачку тоже можно запушить. Быстро. Тупо раз-два и готово. Дальше по табору работаем. Как будто Исэфчик мало еще может нам сделать. Скан поставил чисто на случай, если там Лич будет спину обходить. Чего мне чайничек зарядить. Такое может быть. Ну не, он там в лесу. В большом лесу. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, дуролей, волвесные, Исэфи. Развели как ребенка просто. Как лошка. Ай-яй-яй-яй-яй. Поехал, уходим в чайник. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не, нормально, нормально, все живем. Уф. Я говорю, ребята, я сегодня в зоне. Я сегодня просто в ударе. Вот реально, вот же бывает же такое, когда вот идешь играть доту и чувствуешь прям мощь, силу. А бывает чувствуешь так, что как будто вот, не знаю, у тебя глаза не в монитор смотрят. А хрена откуда. Хорошо, зомба, тоже, зомбареза тоже забрали. Пойдет. Я этого не знаю, смогу я или нет. Резов очень мало. Очень мало. Что-то даже не хочется. Я иду смогу, я иду смогу. Измениться пока ресурсов. Немало, но скоро будет активка. Двенадцатый. Может вдруг Регенка повезет? Чисто в теории. Может такое быть? Может быть. Не-не-не, не надо, не надо. Прекращай ты бы. Что у нас по активке? Забрали, не? Еще не понял. Купать эррорчику. Еще. Бляха. Не зарегал опять тычку. Не знаю, какие-то анлаки на тычке. Сегодня не регает. Да ладно, еще молнии не было. Если мне кажется, были бы молнии, я бы добил. Там урона хватило. Молния немножко еще урона дает. Там буквально он выжил на одном хп. По итогу у Медузи фраг достался. Как прокомментируете? Ну он лайки, че. Так, все нормально. Гларди себе еще привезем. Ману немножко восполним. Да, и пойдет. Так, катушечка пока равная, но... Короче, не как обычно бывает. Наконец-то у нас ребята нормально попались. Ну как сказать, как бы не только ребята, да? Как бы я неплохо Мед постоял. Чего уж там греха таить. И Сэвчика мы немножко подунизили. У нас почти уже... 7 песотных дворцев на 13-й. Офигеть, нет, это реально круто на VR-ке. Я очень большой себя чувствую. Большим и сильным. Тебя может пойти еще кого-то поискать там. Чисто в лесок. Кто там был? А, это Бисмастер. И Бисмастер мне не особо пока импонирует. Что-то не особенно. Не хочется с ним связываться. Он противный, у него кабанчики вот эти. Их на... Этих кабанов надо на мясо пускать. Хорошо, запушили быстренько. Террорчики качаются. Поехали попробуем с ними пообщаться, а? Поехали. Связочки есть? Ультимативная. И дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше, дальше. Есть контактик. Хорошо. С тамбы пока выйти. Не хочу я под тамой там что-то драться. Не хочу вообще. Максимально. Противно. Пока переждем лучше тамбу. Адрегинить на адресы, да. Ману очень мало. Будем выходить в фаз Грипнир. Первая шмотка до сих пор на ВРК очень сильная. Хоть ее и тысячу раз фиксили. Она до этого была, ну, еще гораздо сильнее. Там больше статов давала. И больше, по-моему, там контроль давала по времени. Короче, много чего. ГД, по-моему, было меньше. Постоянную резали там два или три патча. Я уже не помню сколько. Сколько подряд. Ну, в общем-то, на ВРКу все равно мастхэв. Слишком приятная шмотка. Как бы плотность дает, и урона дает, и контроль дает. Всего по чуть-чуть. И в сумме как бы... Дает нам много опций. Для нашего героя. Поэтому мастхэв. Че у нас, да, возьмем вот эту штуку. Там анригенчик дает. Ну и макр здесь небольшой. Сначала кабанчиков. Так-так-так, ща бегу-бегу. Подсвязать можно будет? Продлить чисто. Хорошо. Есть контакт. Фрактуры засекюрили. Кайфы-кайфы. Чего дальше боимся? Ну, типа... Типа боимся. На самом деле, у Та есть. Можно еще кого-то подцепить. Вообще, вещи без проблем. Шикля очень быстро гадешится. Поэтому, если удачная какая-то связка будет... Изи может затапить их. Не особо удачная. Ну ладно. Так, немножко можно в крысу. Что-то там попукать. Опа. А вот Ильич. А не, а... Куда? А где он был? А он везде был, походу. Уходим, уходим. Улыбаемся и машем. Пока поясаю, что он на развороте. А ну-ка. Бляха-муха. Не, умер все-таки. А может Сики был еще прожать? Ну, если честно, я уже там как будто в последний путь собирался. Что-то на ребята хоть нормально разменяется? Что-то не особо. Ну вот. Ну вот, ребята. Все, дали фору. Дали шансов. Сейчас будет поинтереснее, стопудово. Так, ну вот и я. Значит, здесь плюс у нас Глипнир уже доехал. Все, появилось. Дальше, я не знаю, вообще в БКБшку хочется. Ну, если честно, в БКБшку почему? Потому что и сэвчик есть, который может взорвать. И лич. Чайник лича, очень тоже противная штука. Ну и плюс сандер. Да, вот три основные позиции. По которым я хочу взять БКБху. Все остальное, как бы оно не сильно роляет. Там слон и бис может все равно через БКБ нас ультануть. БКБ-контроль имеется. Но вот против этих героев, конечно, без БКБшки такой себе. Может, он, наверное, агоним всегда попробует сделать. Но БКБх, она как-то, знаете, поувереннее. Потому что даже с агонимом нас могут просветить. Там сэндрики себя поставят. Дасты там распылят. Такой себе будет. Хотя, парни, в жопу БКБ голеньку просто зарашим. Человко я придумал. Я тут подумал, наверное, линкадаром асхэв будет. Почему? Потому что, во-первых, будет пофигу на Праймл Биста. Он не сможет меня напасть первым номером. Там, условно, с блинка даже. Это нужно обязательно, чтобы кто-то не подзбил мою линку. Лич. Если захочет чайник тоже кинуть там что-то такое. Не сможет сразу это сделать. И плюс еще плотность неплохая. Ну, на ВР-ку еще издревле собирали вот эти линки-сферы. Еще, если помните, папечка доиграл. Чисто потел. У него мейн-герой был ВР-ка в какое-то время. В какое-то время там Луна. В какое-то время там Райс Кинг. Я не то, что я прям был большим фанатом и поклонником, но иногда поглядываю так. Немножечко. Так, ну-ка. Просвистело. Дальше по зомбарику. Ехала-ехала. Здорово, братишка. Не, ну, кстати, все равно толстый какой, а. Я его убил. Как будто 10 минут. А там был, сломаем быстренько. В общем-то, раньше у меня это какая была, помните? ВР-ку собирали Фейзы. И фастлинку. По-моему, что-то такое. Но и Фейзы тогда другие были. Они одинаково давали бонусов и рейнджам, и милишникам. По-моему, так. Тут гораздо больше было урона. У себя, конечно, Фейзы на ВР-ку это такое. Немножко сомнительное. Как бы герой еще универсалом стал, поэтому... Гораздо круче ПТХ смотрится. Ну, плюс, в принципе, ВР-ка стала таким героем, который может даже без ультимейта потачковаться. Раньше без ульты как будто она такая. Ну, крепочек была. Это же, блин, что было раньше. Раньше и вторую не замедлял. Раньше и третья замедлял. Типа рядом с ВР-кой кто бегает, замедляется. Семерс, который был очень. Не любил я против ВР-ок играть. Там просто анлак такой. Что если пытаешься ее догнать, хрен догонишь, из тебя бакабахи нету. Сейчас как будто оно как бы, ну, и в плюс, и в минус. ХЗ. Так, хорошо подвязали. А, нет, нехорошо. Как так? Не зарегало опять. Не зарегало каким-то чудом. Ладно, до конца. Хорошо, добили. Э, 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 да иди нахрен, чайник. Чего за рейджа у чайника? Апнули, что ли? Я по очень далеко был. Ну и ладно. Главное, что выжили. Запчасти у нас летят. Летят уже. Ультимейт Торп летит. И вот это все. Всякое разное. Финобаза, наверное, я пойду. Пока что на кресте сбегаю. Ресурсы себе восстановлю. И нормально, а че? И пойдет, и поедет. ТБ хотят еще забрать наши. Че, а еще можно и по ТБхе поработать? Чисто в теории. Можем же? А че нет-то? Поехала. Я только за. Ганаша, вы подспели его. Так, так, так. Клок молодец. Бляха, вот красавчик. Обычно из-за меня такие клоки, но не часто встречаются. Ну-ка, пауэршот. Бляха, опять не зарегало. Да че ты будешь делать, а? Идеально же вроде должно было быть, не? Прям по нему, по нему проехала. Уходим пока. Мы обкезлились. Я вот после того, как Кес вышел, новый герой, ребята, постоянно теперь начал использовать вот это выражение, обкезлиться. Ну или вот какие-то производные от его псевдонима названия. Так что вот так вот. Да, пойдет. Че-то там их хотят еще, парни. Не знаю, могу я что-то или нет. Наверное, как будто не особо. Просто, наверное, аккуратненько отпушу пачку. Они там настроены решительно. Их там очень много. Как будто могут меня и не простить за все. Про все там ИСФщик еще с юлами. Хочет меня взорвать. Поэтому Ленка тоже мастхеф, но против юлов. Если мы не будем так наглый поставляться, он не сможет нас взорвать. Пока у нас Ленка будет. Так, хорошо, что у меня спина, аккуратненько. Ну-ка. ИСФщика подвязала. Полечу, пока поработаем. Сейчас быстренько убить, чтобы он не смог посоветить ИСФа. С тем вторым. Дальше по ИСФщику. Я поднял себя. Да и ладно, что. И так пойдет. Дальше по зомбарику чуть-чуть. А сколько там зомбей много, а? Очень много зомбей. Подвязать. Есть контакт. Трипл килл. Прулоса налегке. Все, Ленка уже летит у нас. Как же кайф. Как же прям хорошо все идет. Конечно, не без микронлаков, но куда же без этого. Особенно, когда на героя очень давно не играешь. Конечно, такое очень непривычно. Рошанчика можем забрать. Без проблем. Там кто-то уже на топ был готов лететь. Пацаны вообще ребята. Что, у меня ульта есть? Не знаю. Потратите на нее, на Рошанчика или нет? Я думаю, можно. Пока буду бить все равно открадышаться. 50 секунд. Не так уж и долго, кстати. Было бы долго, можно было бы еще подумать. Давай-давай. Не, быстро реально падает. Рально быстренько. По итогу реально до ультимейта хватает. Ну, конечно, понятно, там еще и Медуза, и Кунка нам помогали. Ой, думаю, в самом деле. Что, погнали дальше искать. Наших товарищей. По обестубу я тоже поработал. Как бы я, в принципе, такой плотненький стал. 200 хп. С линкой-то и... Со всем вот этим. Хорошо, нам фраг снова. Дальше, дальше, дальше идем. Я намерен решительно пушить, ребята. Сейчас будет фас пуш на ВР-ке. Вы готовы к этому? Тогда поехали. Дальше идем. А потом можно агонимчик уже собрать. Агонимчик почему? Да, потому что вообще агонимчик это имба, ребята. Это неузъемность почти что. Но если пацаны там не супер плотные будут, то есть можно будет даже и побегать там. Чисто покошмарить. Ну, плюс еще сопротивление хорошее. К физ урону. Так же вот так вот. А, нету, нету. Пойдет. О, сволочь, наличие мешается сельске. Надо было ему подойти вот и щиток кинуть. Зачем он это делает вообще? А, сволочь. Ах, я по лечию царился, по террору попал. Ну и ладно, тоже норм. Тоже пойдет нормально. Давай, давай. Не, не дается. Не дается, мешается. О, еще подправим немножко. Да и пока, наверное, подведем. Там пацаны готовы дефаться. От пиков бы зайти, да. Кого-то пикнуть бы, и нормально. Цепчик там добыл. Троечки. Он здесь, 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 здесь стоит. Да, 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 он там. Получится его как-то подцепить? Не, 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 он на блинке. Спортсмен. Спортсменный сэфи. Что, спортсмен, да, красавчик. Как говорится. Нормально, поинтбустер доехал. Гонимщик, который скоро будет. Ну как, относительно. 2000 еще надо. Тихо, тихо, пацаны. Не надо, не надо просто. Линкут сбили, и меня сразу страшно стало. Без линкита не особо-то и хочется идти туда. Все-таки может эсэфчик взорвать. Юла есть, там все есть. Вот это всякое разное. Так, на тупе наши там сломали башенку. Может будет и потопы дальше, наверное, попроширить. Маленечко. Там еще у нас аэго есть. Аэго есть. Они не хотят, пацаны, заходить. Тебя карту занять. Ну и ладно, что, можно и покачаться. Можно реально от пиков сыграть. Вот в такой ситуации, ребята, если, например, вы тоже оказываетесь, когда вот игра вроде ваша, то есть легкая, в целом-то, да, что остается там пойти и спушить. Но иногда вот при заходе могут вас немножечко неправильно понять противники. Во-во-во. Как Кунка рассказывает, да. А в этом случае можно просто, опять же, немножко покачаться, занять карту. Ну, опять же. И потом уже на плюс слотах, либо от пиков и заходить. Э-э-э-э. Вы что, мужики? Я духом сильный. Нет. Да. Алло. Алло. Дайте выиграть, уроды. Пляха, стики. Сики, поехала. Ненормально. Уф. Выжил. На тоненького. А этому еще. Немножко не туда. Чудо произошло. Давай, давай, домой. До конца. Хорошо. Что, почти огонимчик есть? Из минусов ресурсов маловато. То я думаю, и ладно, всех убили. Особо угрозы нету, они все кнопки потратили. Не сообщи, когда Россия скоро встанет, будет без ультимейта. Поэтому пофигу вообще. Куночка, нажми меня, иксик. Во. Давай. Хорошо. То есть самое обидное, то, что не хватает догонима. Лене сейчас на стики продавать. Пока хочется похолодить еще. Они мне жизнь спасли. В прошлый файт. Если бы стиков не было, я бы не выжил. Так что стики это полезная штука. И на многих героях имеет смысл их холодить прям, ну, в мидгейме спокойно. Как будто не ошибка. Так что вот так вот. Все, гоним, сейчас довезем себя. Ну и дальше будем делать красиво. Достаточно быстро у нас получается все это дело спушить. Конечно, рилищ максимально мешается своим щитком. Пацаны дефают, стараются. Что-то пытаются там сделать. Да и ладно, что. Хорошо, там уже забрали. Медуза еще встанет с эгой. Поэтому не боимся. Ее продать. Ко вторым подзамедлить. Хорошо. Ну и так чисто. Сделали услугу. Гадскую. Гонечник приехал. Хочу я что-то. Хочу второй дать. Эх. Ах, уже умер. Пока по бесту. Хорошо. Что, нормально, опять минус три сделали. Гопа миду, да. Можешь раз ульту дать. Не жалеть. На восемнадцатом ловеле она очень быстро дэшится. Тупо только нажали, она уже почти отка дэшилась. Ну как раз, наверное, тавры заберем уже и это. И нормально будет. И пойдет. А, че здесь кунтура. Че-то еще я хочу купить вообще в этой игре. Че думаете? Я даже не знаю, что купить. КБХ только если. КБХ вроде можно. Так вроде все норм. Чисто для уронщика еще. По террору, может быть, неплохо прибивать. Можешь будет по щитком леча тоже нормально долбить. А шурон, который прокает с МКБХ, он не снижается щитком. До конца дэфы, ты реально, а? Тупо хейтеры. Последний барак. Битва за респект называется, пацаны. А, ну все тогда, понял. О, пацаны, я придумал, что я хочу. Я пику хочу сделать. Че, погнали пику сделаем? Наверное, сейчас и Драгон Ленс неплохо, который сидит. Телом-то приятно. Телом-то очень даже. Плюс статы еще. Плюс сюринжа на атаку. По-моему, кайф. Ну-ка, подзамедлить. Опять мимо. Сволочи, а? Мансит, мансит. Не подвязала мальца. Ну-ка. Ну, сейчас точно попаду. Хорошо. Дальше по Некселю. По зомборезу. На-ка, сулочи. Как оно? Террор байнулся. Лич байнулся. Этот байнулся. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Дайте сломать тамбу. Че, нормально? Че, теперь можно на Севчиков? Хорошо, подвоим прям. Ой-ой-ой. Трипл килл. Дальше, дальше, дальше. До конца. Иди сюда, дружище, а? Дальше. Че, тварь, пацаны, а? Дальше. Изи. Рампашка есть, можно и поесть. Ребята, если лайк не поставили, гадом буду, ставьте. Ну, реально уже, надоели, а? Ой-ей-ей. Тихо. Давай, бисик. Че, будет у меня какая рампака уже? Двойная? Или тройная? Тройная? Офигеть. Че вообще происходит? Мама, роди меня обратно, что делается? Ну, я сегодня просто в фокусе, ребята. Я такой бодрый. Я готов в горы свернуть. Гадом буду. Че-то вообще прям изи-изи игра получилась. Прям даже стыдно такую игру выкладывать. Ну, извините, парни, это соло называется. Спасибо большое вам за просмотр. Можете. Также поставить лайк, опять же. На канал подписаться, комментарий, написать какой-нибудь для поддержки. Ну, или опять же написать там, какие герои хотите увидеть.